Продолжаем наши темы и начинаем такой новый подраздел, который называется совместный поиск решений. То есть мы сейчас говорим о поведенческом взаимодействии консультанта, душепопечителя и человека, который пришел на беседу. И здесь нам очень важно вспомнить таблицу, которая называется периодизация жизненного цикла человека. Таблицу эту придумали не мы, сразу скажем. Это таблица Эрика Эриксона. Но мы ее, может быть, вам поможем взглянуть на нее немного иначе, чем ее рассматривать в научных кругах. И, как нам кажется, такой подход более удобен и логичен, работая вот в этой таблице. Работая по этой таблице. По этой таблице. Что здесь очень важно? Ну мы сразу хотим вот о чем сказать. Что подробно и очень подробно мы эту таблицу рассматриваем в нашем курсе по воспитанию детей. То есть там мы эту таблицу рассматриваем как отношение родителей и детей и как родителям помочь своим детям сформировать в своей личности то, что родители смогли сформировать у них в детстве, в юношестве, в других периодах жизни. То есть сейчас мы эту таблицу с вами рассмотрим с точки зрения помощи нас, как душепопечителей, во время разговора с человеком, который к нам приходит и у него какие-то проблемы. Потому что, как мы уже с вами говорили, все проблемы идут из детства. И Эрик Эриксон разбил всю жизнь человека на определенные периоды, которые он назвал определенным образом. Ну а мы с вами знаем, что всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время любить и время ненавидеть. И также время формировать что-то в своем характере или вот это что-то в нашем характере формируется соответственно к какому-то определенному периоду времени. Ну и мы с вами будем рассматривать эту таблицу, в которой есть несколько таких очень важных колонок. Первая колонка – это возраст, возрастной период. Жизнь человека вообще можно разделить на определенные периоды. Когда под воздействием значимого для него круга людей, окружения, он принимает важные решения в своей жизни, формируя свою личность. То есть, значит, вот посмотрите, первая колонка этой таблицы – возраст. Вторая колонка таблицы – это значимые люди или круг значимых людей. И по мере формирования личности в течение жизни у каждого человека круг значимых людей изменяется. Это одна из позиций. Это не значит, что он полностью меняется, а это значит, что происходят перемены. То есть, этот круг расширяется. То есть, существует таких две точки зрения в психологии, что одни психологи говорят, что круг вообще меняется полностью. Но, например, для сверстника такой роли мамы, как для младенца, уже не играет. К примеру, для подростка. Для подростка. Сверстники гораздо важнее, чем мама. И мама уже не входит в круг значимых людей. Но есть другая группа людей, которые говорят, что и маму нельзя исключать из значимых людей у подростка, и папу, и бабушку с дедушкой. То есть, круг не изменяется совсем, полностью меняется, а изменяется, он расширяется. И к маме с папой добавляются бабушка с дедушкой, сверстники, учителя, ну и так далее. То есть, мы стоим на позиции вот этой второй. То есть, мы считаем, что если отношения были расстроены гармонично, то мама из значимых людей не уходит. Мама остается. Просто к маме добавляются там и папы, и бабушки, и дедушки, и все последующие люди. Следующая, посмотрите, колонка называется выбор отношения к жизни. И на каждом этапе формирования личности человек делает какой-то выбор своей жизненной позиции. Либо он делает в пользу положительного свой выбора, либо в пользу отрицательного какого-то аспекта или состояния жизни, состояния личности. То есть, либо в пользу конструктивного созидания личности, либо в пользу разрушительного или деструктивного созидания. И в результате выбора, который он делает, у него возникает некое новообразование. Вот смотрите, там у вас написано новообразование. Это научное слово, ну, черта характера или черта личности. То есть, в результате сделанного выбора формируется какая-то определенная черта. Если выбор был сделан положительный, то формируется положительная черта характера. То есть, если выбор был сделан в пользу конструктивного, да, отношения к жизни, соответственно, черта будет конструктивная. Если в пользу отрицательного, то будет отрицательная или деструктивная черта характера. То есть, вот понятно, да, вот эти вот четыре колонки, понятно. И вот давайте мы сейчас, так сказать, посмотрим еще раз именно с точки зрения консультанта души-попечителя, вообще вот каким образом это все происходит на практике. Ну, конечно, здесь надо будет тоже посмотреть внутрь себя, потому что мы тоже увидим, что у нас тоже есть не те новое образование, подумать, какое лечение мы себе тоже можем предоставить. Итак, первый возраст, который называется, это младенчество, от ноля до года, и значимый человек, конечно же, здесь мать, в первую очередь, она влияет на то, что происходит с ребенком. Какие глаза ребенок видит, когда над ним наклоняется мать? Вообще, наклоняется ли она на этот ребенок? А вообще, есть ли мать у ребенка? Это очень серьезный вопрос. И вот если в этом возрасте у ребенка есть мама любящая, любящие глаза, есть забота, то выбор ребенок делает в пользу веры и надежды. И, соответственно, новое образование будет как доверие и стремление к общению, или такое базисное доверие в жизни, стремление к общению. А если над ним наклонялась мать и говорила, хватит орать, сколько можно плакать, поспать спокойно не даешь, замолчи сейчас же, или матери вообще не было у ребенка, тогда ребенок подсознательно, он не может выбрать так вот, лежать и думать. Представляете, младенец два года, два месяца, точнее, два месяца лежит и выбирает, что такое выбрать, веру и надежду или безнадежность? Конечно, нет. Он не может это сделать, он это делает подсознательно. Если нормальные, хорошие отношения с матерью в первую очередь, то он делает выбор в пользу веры и надежды. И тогда у него формируется доверие. Если нет нормальных отношений с мамой, или мамы вообще нет, тогда ребенок выбирает для себя безнадежность. И тогда у него формируется уход в себя. Он уже людям не верит. Когда он вырастет, он будет думать, людям доверять нельзя, я не могу с ними быть откровенен, потому что нет никого, кто бы мне помог, кто бы меня поддержал. То есть, естественно, недоверие людям по жизни, неспособность вообще людям верить. Почему это у человека? Потому что вот тогда не было вот этих вот отношений. И я все время говорю, что, в общем-то, многие, будем так говорить, из моего поколения практически лишены вот этого новообразования. По той простой причине, что тогда наша мама мне давали, как сейчас, три года по уходу за ребенком. Наши мамы в два месяца, когда она исполнялась, должны были нас либо отдавать в сад, либо их увольнялись работы. И многие мамы отдавали нас в сад. В ясли. В ясли. В ясеньке. С двух месяцев. Поэтому, как вы понимаете, большинство людей моего поколения изначально этого новообразования лишены. Но в нашей семье получилось так, что я лишена, но муж нет. Потому что у меня мама в ясеньке не отдала меня. Она меня везде с собой таскала, водила на работу, куда бы она не шла. Я за юбку ходил с ней, она до полутора лет даже меня грудью кормила. Поэтому у меня доверие и стремление к общению само собой сформировалось. Я просто получаю удовольствие от того, что я разговариваю с людьми, общаюсь, могу часть с ними попить, молча посидеть рядом. И Миша просто хорошо. А я, вы знаете, это начала себя формировать только после 30 с лишним лет. Когда я поняла, что это у меня действительно проблема. Господь специально нас соединил, чтобы у Нади это сформировалось. Да. Потому что у нее этого вообще не было. Вообще, я считала так, чего просто так сидеть ля-ля травить, надо что-то решать. А вообще, просто так собираться за чайком, это вообще время только тратить. Я лучше книжку почитаю или хорошее кино. То есть общение она воспринимала как средство достижения какой-то цели. Да, понимаете. И вот мы вот так вот соединились, и просто когда я увидела свою проблему, я надо этим начала работать. То есть возможность компенсировать есть? Но то, что Миша было дано вот саму, потому что рядом с ним была мама, мне этого давно не было. Мне надо это пришлось работать. Как это расуществлялась работа? Мы сейчас с вами рассмотрим. Потому что Винька сейчас тоже будет сидеть и думать. А я этого тоже лишу. И вот этого. И вот этого у меня нет. И может быть даже в себе какие-то вещи вы уже сможете объяснить вот этими вещами. Идем дальше. Следующий возраст. Следующий возраст ранее детства. Это возраст от года до трех. Здесь тоже выбор происходит, конечно, подсознательно. В зависимости от того, насколько родители, то есть и папа, и мама, строят отношения со своим ребенком. Гармонично или нет. И здесь на первый план выходит уже папа. Но мама опять же, как это никто не отменяет. Мама очень важна в жизни ребенка, потому что она закладывает эмоциональные составляющие личности. Она закладывает доверие, умение общаться, желание общаться. Но вот такое понятие, как самостоятельность, ребенок может выбрать для себя только при наличии хорошего папы в доме. Если есть папа, если мама с папой относятся к ребенку в каком личности, если оба родителя воспитывают ребенку и папа взял на себя ответственность за социализацию ребенка, тогда у ребенка возникнет такое новообразование, как? Воля, воля. И если вдруг вы услышали, ну как это у меня мои там балбесы про своих детей начинают говорить, никак не могут ничего выбрать, и воли нет, ничего до конца. Решение принимать не умеют. До конца ничего не так вводят. Спросите, вот когда ребенку было вот от годика до трех. Где ты был? Где был папа? На служении? Или деньги делали? Или в Москве же зарабатывал деньги? Очень интересно исследовали круги верующих людей, детей опрашивали, и что оказалось? Вот в этом возрасте для ребенка все равно, кто у него папа. И они на одну планку поставили папу алкоголиком, папу трудоголиком, папу служителя церкви, папу наркоманом. Все равно, какой папа, если его нет дома? Для него все равно, чем папа занимается. Если его нет дома, все. Ребенок выбирает для себя сразу, по сознательному уровню. Это будет личность вечная в зависимости, что о нем подумают. В результате... И это будет либо соглашатель, который совсем будет соглашаться, либо импульсивная личность. А, да, точно, давайте сделаем вот так. Ну, опять то же самое соглашатель, который по импульсу действует. Поэтому, когда вам начинают жаловаться даже на собственных детей, задайте этот вопрос. Где был папа? Если говорить папа, простите конкретно, когда было ребенку два годика, где были вы? Погружены полностью в служение? Или дома с ребенком играли? И вообще играли? За него занимались зарабатыванием денег? Или все-таки присутствовали в семье? Это очень важный вопрос. Потому что именно в этом возрасте автоматически ребенок формирует для себя волю. Понятно. И играется самостоятельно. То есть это очень серьезные вещи. И поэтому, может быть, папе сейчас нужно, прежде чем врубать своих детей, и за то, что они такие безвольные, попросить у них прощения? За то, чтобы тогда сыграли с ними такую злую шутку. Понимаете? То есть вот с этого надо начать, с духовных моментов, прежде чем идти на какие-то психологические. Ну, кстати, даже если папа присутствует в семье, все равно очень важно оценить, какие были взаимоотношения в этой семье у папы. То есть не подавляли у него это вот «я сам». Ну, например, ребенок хватает веник и говорит «давай, папа, я тебе могу подмести». Ты ничего не можешь, сейчас весь мусор разбросаешь, я вот тут сметал, сметал, все в кучку, а ты сейчас все его раскидаешь весь. Нет. Пускай сам делает. Я сам. Я сам – это очень важные слова для ребенка. Особенно это важно вот в следующем возрасте. То есть это как мы продолжаем опять вот эту линию, да, когда папа, мама и вообще вся семья в гармонии воспитывают триста. Кстати, во Франции уже не первый год действует закон, что приоритет в получении больничного листа по уходу за ребенком, начиная с года, имеет папа, а не мама. И маме нужны веские причины, чтобы доказать, я должна сидеть с ребенком, а не папа. Врач автоматически выписывает папе. Все. Есть доказательства, я вас слушаю. Это неубедительно. Папа сидит дома. Ну, хоть так отцов заставить заниматься с детьми. Потому что сидит уже понимает, насколько папа важен. Ну, давайте в Писании посмотрим. Там же тоже, в общем-то, нигде не написано. Мамы, не раздражайте детей. И вы, мамы, наставляете детей, да? Там везде обращение к отцам. Мамы просто помощники, помощницы. Женщины не способны воспитать ребенка. То есть вот это просто нам нужно. Может быть, это звучит как-то так конкретно резко и непривычно, но на самом деле мама воспитать ребенка не может. Ну, естественно, здесь... Ребенка воспитывает папа. Здесь возникает вопрос, а что же делать, если мы теряем одиночек? Я закончу. Мама только лишь помогает воспитывать ребенка. А воспитывает его папа. Вот. Теперь, пожалуйста. Теперь можно продерять одиночек. Естественно, возникает такой вопрос, а что же делать, если женщина воспитывает одна, получается все, ребенок... Ну, по той или другой причине осталась одна с ребенком. Да. А мы говорим, вы знаете, тут женщина допускает... В общем-то, на самом деле, ребенок здесь получается немного ущемлен по отношению того, у кого есть оба родителя. Но он может быть ущемлен много, если... Мама начинает себя вести неправильно. И здесь мама допускает две очень важные ошибки. Грубые ошибки. Грубые ошибки. Грубейшие просто в жизни этого ребенка. Во-первых, они хотят как можно быстрее выйти замуж, чтобы хоть какой-то папа был у ребенка. Это ошибка. Когда спрашивают нас, в данном случае, в наше мнение на эту тему, мы говорим только наше мнение, мы говорим, сколько лет вашему ребенку? Пять. У вас есть 13 лет, чтобы воспитывать ребенка и не выходя замуж, посвятить себя этому ребенку. Потому что вы уже раз своего ребенка поместили в ситуацию риска, он уже пережил боль. Вы еще раз хотите его в ситуацию риска поместить? Наше мнение, 13 лет, запрет даже на мысль выходить замуж. 14 лет, пожалуйста, ребенку 18 лет, все. Это пройдет очень быстро. Не думайте, что это всего 13 лет. У вас для того, чтобы... Воспитать ребенка. Да. И второй ошибок, который допускают женщины-матери-одиночки, они, знаете, так говорят, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. И, знаете, живут по пословице. Что можно же папу сыну или дочке, я возьму на себя эту роль, я буду ему и мамой, и папой. Есть такая пословица. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И такие женщины считают себя, знаете, героинями. Вот смотрите, что получается. Получается очень страшная вещь. У ребенка папы нет, но получается у мамы нет. А мама по определению мужчины быть не может. Ну, женщины не может быть. То, что она христианка, это не значит, что она сразу становится ОНО, выбирающим себя и мужское, и женское. Понимаете? Нет, она женщина. И получается у ребенка нет ни мамы, ни папы, ни мужского, ни женского начала. Рядом, сложной какой-то ОНО. Ребенок вообще в квадрате. Потому что папы нет по определению, но и мамы теперь тоже нет. Она стала неизвестной кем. Ну, это опять, это наше мнение, может быть, тема для размышлений. Но то, что мы называем, страшно. Тогда что делать? Что делать, чтобы как-то компенсировать эту недостачу одного из родителей? Мы всегда говорим, посмотрите вокруг себя, мамы. Наверняка у вас есть какой-то мужчина, который может быть примером для подражания для ребенка. То есть быть как бы папой. Подойти к духовному наставнику, к священнослужителю в церкви, к молодежному служителю, попросить его, чтобы занимался с ребенком и был действительно образцом, не отгонял его от себя. Может быть, это будет брат родной, или дядя, или дедушка для этого мальчика, или девочки. Может быть, тренер спортивной секции, или учитель в школе. А может быть, сосед, рядом с вами живет замечательная семья, и вы видите, что у них дети примерно возраста вашего ребенка. Подойдите к женщине, ни в коем случае не к мужчине, чтобы не было отношений. Сначала к его жене. И скажите, вы знаете, вот я в таком положении, пожалуйста, не могли бы вы поучаствовать в воспитании ребенка? Вот когда ваш муж играет со своими детьми футбол, можно ваши дети будут за моим заходить? Как-то вот найдите человека, который бы мог стать папой. Понимание, да? То есть образцом. Не папой в полном смысле этого слова, а папой как образец мужчины для этого ребенка. Мальчик или девочки, не важно, потому что и мальчику, и девочке в этом возрасте важна роль мужчины, как он исполняет. Да, и вот как раз в возрасте от 3 до 6 лет, там, видите, значимые люди уже мама, папа, и тут написано семья. То есть здесь вот те же самые бабушки, дедушки, дяди, тети. То есть те люди, которые вхожи в вашу семью, они все будут влиять на формирование характера ваших детей. Поэтому смотрите, кто в вашу семью вхож. Это очень важно. И если отношения вот со всем этим окружением строятся нормальные, положительные, честные и чистые. Если ребенок не теряется, что вдруг приходит бабушка и... И у нее другие правила поведения. И мам с папой уже как-то все пускают на самотек или наоборот. Потому что это потрясающая фраза, которую мы слышим от бабушек. То есть вы оставляете своего ребенка с другим человеком, с бабушкой или с няней, например. Вы должны отдать этому человеку все полномочия, в том числе и по наказанию. Если вы считаете, что наказывать должна только мама, значит от себя ребенка не отпускайте. Если вы даете своего ребенка в школу, там все равно есть своя система наказания. И ваш ребенок имеет право наказывать. Естественно. Понимаете? Да, есть там какие-то рамки. Но в любом случае, если вы не хотите, чтобы кто-то дисциплинировал вашего ребенка, значит, держите его только при себе около своей юбки. Но ребенок должен знать, что это мама с папой передали полномочия его воспитания, например, бабушке. Или учительнице. Потому что ребенок четко просекает, видит. Здесь такие правила поведения, здесь совсем другие. И почему за то, что я там себя вел неправильно, меня стук наказал. То есть вдруг наказал в этой системе. Понимаете? Либо вы не отдаёте... Либо родители сами ничего понять не могут и не разбираются в процессе воспитания. Либо что за жизнь такая, куда я попал. И в таком, понимаете, если ребенок в таком находится в состоянии полного непонимания и такого хаоса... Он выбирает страх и вину порицания. Потому что ничего делать нельзя. За все накажут. В любом случае. Даже здесь вот хорошее сделают. То есть личную инициативность он уже не выберет для себя. Понимаете? И тогда у него формируется либо целеустремленность, если он выбирает инициативность, либо заторможен. Я вообще ничего делать не могу. И здесь тоже ребенок выбирает подсознательно. То есть это все идет тоже на уровне подсознания. Вот где ребенок живет, в каком окружении, как его воспитывают, как к нему относятся, уже в зависимости от этого происходит выбор и формирование. Интересно, однажды мы увидели такую статью «Детская логика». Вы когда-нибудь задумали, что детская логика – это даже еще серьезнее, чем женская? Такая небольшая заметка из газеты. Моя снаха Оля выросла в маленьком дальневосточном поселке. Однажды осенью несколько мужчин собрались, чтобы зарезать и разделать кабанчиком. Олин папа тоже туда пошел. Оля, конечно, при этом не присутствовала. Ей тогда было всего 4 годика. Но каким-то образом она что-то слышала. И вечером она у папы спрашивает. «Папа, вы свинку зарезали?» Папа говорит, «Конечно». «Оля, а почему?» «Папа, ну как? Ее время пришло. Два года кормили, кормили, большая выросла. Вот и зарезали. После этого ответа у Оли в голове появилась какая-то мысль. Но сформировала она ее не сразу. Это было какое-то смутное сомнение. И только ночью во сне ее пронзило. Точно. Мысли в голове ходили ходуном. Волосы на голове тоже. Да, да, все так и есть. Все теперь объяснимо. Оставаться наедине с этим ужасом ей было невыносимо. Она растолкала свою старшую семилетнюю сестру Таньку и объяснила ей жизненную истину. Поросенка купили, так? Мамка говорит, что нас тоже в магазине купили. Потом поросенка кормили, и нас кормят каждый день. И сердятся, если мы ничего не едим. Тебе понятно, зачем они все это делают? Чем потом задумывали. Они нас откармливают. Вырастим большими, и наше время придет. У Таньки тоже волосы дымом встали. Все правильно, все сходится. Нас сейчас откармливают, а потом... Вот ужас, а? На выяснение недоразумения ушло несколько дней. Девочки перестали есть, хотя смотрели на еду голодными глазами. Ночами плохо спали, вцепившись друг в друга, тряслись в одной кровати. И только когда их обняла большая добрая тетя Фельдшерица, они разревелись и открыли ей страшную тайну. Тетя Фельдшерица послужила в род душепопечитель, да? В жизни этих маленьких девочек. Очень серьезный возраст. Очень серьезный возраст. Да, в общем-то, любой возраст серьезен. И вот как хорошо, что с этими девочками вопрос решился. Обязательно, если бы они пошли по жизни с этой страшной тайной. Даже если потом, естественно, они бы узнали всю комичность этой ситуации, детский страх, он никуда не надевается. Он должен решаться на том этапе, на котором возник. Потом это сделать гораздо сложнее. Потом это сделать сложнее. И еще раз хотим повторить, что вот в этом возрасте выбор ребенок делает подсознательно. Он не может выбрать, каким ему быть. Целеустремленным, инициативным или бояться всего. Нет, он это делает автоматически. У него еще не сформировалась нервная система, не сформировались окончательно все цепочки головного мозга. И вот эту логическую структуру он не может построить. Он это делает подсознательно. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Следующий возраст. Возраст от 6 до 12 лет. Такой, знаете, школьный возраст, посмотрите. Здесь, значит, мы люди тоже как бы прибавляются к семье. Круг расширяется. И здесь уже к родителям, к членам семьи, к соседям, к бабушке с дедушкой, к старшим братьям, сестрам. Добавляются еще уже и школьные учителя, например. Потому что для ребенка это авторитет. И большой авторитет. Когда нас спрашивают, в какую школу отдать ребенка, мы всегда говорим, ни в коем случае детей. В школу не отдавайте. В 7-летнем, в 6-летнем, тем более в возрасте. В 8-летнем, в 9-летнем. Никогда в школу не отдавайте. Как в школу не отдавайте? Отдавайте. Очень просто. Вы отдавайте его учителю. Какая бы ни была эта навороченная школа, если там учитель не любит детей, не умеет привык навыки мышления, не умеет привык навыки любви, к образованию, к знанию. И к самому себе, и к окружающим. Все. Это будет самая-самая простая школа. Но там учитель добрый, любящий детей, заботящий себя. Стоящий на позициях человека любви и близкого к вам мировоззрения. На позиции я-ты, а не я-оно. Понимаете, вот такому учителю отдавайте. Поэтому заранее наводите справки, заранее обдумывайте, разговаривайте с родителями, выпускников этого учителя, разговаривайте, может быть, со своими детьми, всеми детьми, вернее, которые были у этого учителя. Наводите максимальное количество справок. В школу никогда не отдавайте своих детей. Вы отдаете их к учителю. Потому что вы не сможете объяснить ребенку, который 1 сентября возвращается из школы и говорит вам, вы сказали, меня бог сотворил, а вот Мария Ивановна нам сказала, что мы все от обезьянок произошли, и ты, мама, тоже. И понимаете, вы, конечно, можете сказать про Мария Ивановна все, что вы о ней думаете, но вы внесете в голову своего ребенка хаос. Практически вы Мария Ивановна… Потому что Мария Ивановна – это него авторитет, это взрослый человек. И это вы ввели Мария Ивановна в круг значимых людей. Вы ввели, понимаете? Вы, Мария Ивановна, не позволили стать, будем так говорить, в жизни вашего ребенка, конкурентом вам. То есть поэтому выбирайте максимально, то есть вы создаете круг. Вот до 12-летнего возраста. Будьте очень осторожны, потому что здесь дети все делают на подсознательном уровне. Они беспомощны в этом плане. Они уязвимы. Они полностью зависят от нас с вами, от взрослых, которые их окружены. Мы когда, как семья, влияем на детей, естественно, мы должны максимально влиять. Но понимаете, что в жизни их и в их пространстве будут торгаться все больше. То есть когда они будут играть в футбол на улицу, во двор, там они столкнутся, а все эти… А почему дядя так шатается? Это ребенок задает, и не в 6 лет, это еще раньше задают вопрос, да? Что это с ним? Объяснить, что… Почему так это все происходит? А с этим что? А вот с этим то-то происходит. Они все равно будут с этим сталкиваться. И, конечно, им нужно об этом говорить. И лучше, если это расскажут родители, чем они узнают от своих друзей. Когда они вкручут. Что это он шатается? А, он такой кайф ловит. Они же по-другому все расскажут. Это также можно отнести вот эту претензию к государству, когда они делают детское, шампанское. То есть выучат детей подражать взрослым. Да. Все же эти аспекты, кажем, он все про это ребенка. Конечно. Применяют к себе это. Вот. И видите, как если действительно у родителей, у школы, как бы, идет детское взаимодействие, мы этому содействуем. То ребенок для себя выбирает, опять же, подсознательно. До 12 лет выбор делается подсознательно. Еще раз это повторяю. Неосознанно. Он выбирает для себя предприимчивость. То есть это будет предприимчивый человек, который сможет быть компетентным в той области, в какую он пойдет в своей жизни. Там, где будет. Понимаете, вот эта вот готовность к компетенции, она вот здесь вот формируется. Он уже в 12 лет может что-то делать. Он к чему-то стремится. У него уже есть план действий. И может и за это взяться, и за это. Потому что и тут он сможет. И это он может научиться. Потому что он предпринимает какие-то усилия. И тогда он будет компетентным. Либо если ребенок оказался в таком состоянии хаоса, если он даже взрослый не мог перед собой разобраться. Что-то от меня хотите. И у него, понимаете, все, выбор идет чувство собственной неполноценности. И тогда формируется на родность. Понимаете, какая-то? Тогда лучше вообще ничего не делать. Вот так зачем? Вот 12-летний возраст. Вот здесь вы можете как-то поменьше. Вот здесь кончается возраст, когда выбор идет подсознательно, неосознанно. Потому что с 12 лет, с подросткового возраста, тут уже идет выбор осознанно. К этому моменту ребенок уже полностью сформирован, и в том числе физиологически, имеется в виду его внутренние органы, и строение головного мозга. И он уже может простроить для себя вот эти все логические цепочки. Так вот почему тогда это произошло. Потому что сейчас вот я вот это имею. И здесь уже ребенок может выбирать, человек вот с 12-летнего возраста, может выбирать для себя положительное новообразование, положительное делать выбор, даже если вокруг него плохое окружение, даже если вокруг него, будем так говорить, отрицательно влияющие на его люди. Теперь он уже, несмотря на окружение и на окружающих людей, может делать выборы. И к значимым людям, родителям, школа, соседи, добавляются теперь уже и друзья, сверстники. Они тоже для него значимы. Но это не исключает родителей из круга значимых людей. И мудрых педагогов. Если это было нормальное взаимоотношение, честное и близкое. И не исключает мудрых педагогов, которых действительно ребенок, скажем, принял, как людей, которых он принимает как своих наставников. Когда мы разговариваем с подростками этого возраста, мы им всегда задаем вопрос. Вот у вас произошла какая-то проблема. Ну, например, поссорился с девочкой, да, мальчик? В этом возрасте это проблема, это все трагедия. И мы всегда спрашиваем, кто тебя больше всего любит на данный момент времени? Родители или сверстники твои? У кого больше любих тебе? Все подростки прекрасно создают, что родители любят больше. Мы знаем вопрос. У кого больше мудрости в этой жизни? У родителей или у твоих сверстников? Все подростки понимают, что жизненного опыта и мудрости больше у родителей. А кто может тебе дать более мудрый совет, сверстники или родители? Все говорят родители. А к кому ты пойдешь с советом? Сверстникам или к родителям? Почему? И если отвечать сверстникам, понятно, что значит родители упустили. Допустили ошибку. Да. Где это сломалось? По какой-то причине их подросток выбросил. Из значимых людей. Это не проблема возраста, это даже не проблема подростка, это проблема родителей. Вот поэтому, в общем-то, нам нужно вот эти вещи все четко процелить, что мы как семья, мы как родители должны остаться в круге, то есть должны сделать все, чтобы быть в этом круге. Чтобы нас с вами не выбросили. Поэтому мы глубоко убеждены в том, что пропасть между поколением копают родители, а не дети. Потому что в глазах Бога, мы что нам 8 лет, что 80, Он нас видит всех детьми. Пропасти между нами в глазах Бога нет. Понимаете? Для него все дети. Но мы почему-то считаем, что между нами пропасть. Это значит, что у нас неправильное восприятие этого мира. Если вдруг мы эту пропасть видим, нет ее, по идее. Это мы сами ее выкапываем. Но это нужно успешно закопать. И так, начиная с 12 лет, ребенок сам сознательно делает выбор. Если у него все складывается хорошо, положительно, честно и нормально, то он выбирает идентичность своего «я». Я знаю, кто я. Я знаю, какой я. Я знаю, к чему мне идти, с кем идти вместе. И в этом возрасте очень подавляющее большинство детей, скажем, из верующих семей, где хорошо строились отношения между родителями, родителями к детям, именно в этом возрасте они приходят сознательно к Богу. Понимаете, покаяние в молодежных лагерях, как правило, происходит именно в этом возрасте. Именно осознанные покаяния. И что самое интересное, если в этом возрасте человек осознанно приходит к Богу, то он приходит и душой, и сердцем, и разумом. Потому что у него в результате происходит вот знаете, какое новообразование в характере? Верность и твердость позиций. То есть это самый благословенный возраст вообще для того, чтобы действительно... Для приняти веры. То есть это самый благоприятный возраст для того, чтобы принять веру, чтобы осознать ее и быть твердым в этой вере. Знать, во что я верю, почему я именно так верю, почему это моя необходимая сущность, неотъемлемая часть. И мы когда проводим среди молодежи вот этой категории, такие встречи, мы говорим, понимаете, у вас всего 7 лет, вот с 12 до 19. Это очень сложный возраст. Вот если вы вспомните себя в том возрасте, вспомните себя, каково, вот когда я слышу такие, где мои 17 лет, ах, вот эту вот ностальгию, я не принимаю эту ностальгию. Вот мне сейчас, в моей 40, там мне намного комфортнее. У меня классный возраст. Я не хочу туда. Вот вспомните себя в 17. Куда жить, как жить, какую профессию выбрать, какие ценности. Эти сомнения, любит меня и не любит. А еще эти гормональные выбросы. Это же вообще особенно у полней. Особенно у молодых людей, действительно, ну у девочек на уровне физиологии это где-то 2-3 дня в месяц, ну там 12 часов созревания яйцеклетки, ну плюс, там минус. Пока идет там вылажно. А у парней это каждый день. Вы представляете, вот... И важную точно сносят. И мы все время говорим, понимаете, вот в этом возрасте, с 12 до 19, вы формируете всего 7 лет, но эти 7 лет, которые вас определяют потом по жизни. Либо вы будете мужчиной, который принимает решение. Ответственно. Отвечает за все последствия этого решения, который может контролировать себя, свои поступки, свои эмоции. Причем во всем. И в бизнесе, и в отношении с противоположным полом, и в семье. Либо ты будешь самцом. Причем самцом пойдешь не только в отношении секса. Как сейчас говорят. Но это будет везде. Это будет и в бизнесе, и в работе. Оно везде пойдет. Во всех отношениях. Вот таким животным состоянием. Понимаете? То же самое девушке можно сказать, что эти 7 лет определяют, либо ты будешь женщиной, прекрасной девушкой, которая может быть помощницей, быть личностью. Либо ты будешь самочкой. Резиновой куклой. Понимаете? Причем опять, это во всем. Это не только сексуальных отношений. Это кукла и в бизнесе, и в профессии, и везде. И в магазине, где бы ни оказалось. Понимаете? А это везде так. Поэтому эти 7 лет определяют практически все в жизни человека. Это потрясающий возраст. И вот как важно, чтобы мы этот возраст не упустили. Если к нам вот такой человек приходит на консультацию, уже мы должны думать, как всем разговаривать. Мы сейчас будем об этом говорить. Как помогать решать проблемы на каждом этапе, на каждом возрасте. Причем решение здесь принимается уже конкретно всей личностью. Не только сердцем, эмоциями. Не только разумом и знанием. Так, вот так надо покаяться, потому что это выгодно. Человек принимает решение всей своей сущностью. История про Илью. Он родился с неуклюжим к телу и задержкой умственного развития. И к 14 годам он все еще сидел во втором классе, с трудом постигая школьную программу. Его учитель Санна очень нервничал из-за него, потому что он постоянно вертелся, издавал какие-то странные звуки. Иногда его разум как будто бы просветлялся, и он начинал отвечать на вопросы четко и правильно. Но это было очень редко. Чаще всего он раздражал свою учительницу. В конце концов, Анна не выдержала и вызвала в школу родителей Ильи. Она настаивала на том, чтобы мальчика отдали в спецшколу. Ведь это несправедливо. Ни для него, ни для остальных учеников сидеть в одном классе. Мать Ильи плакала. А отец сказал, «Поймите нас, около нас нет такой школы. Для Ильи будет страшным потрясением оказаться вдали от нас и вот от этой школы, которую он так любит». После ухода родителей, Анна сидела, глядя на падающие снежинки, и ее разум оставался холодным рассудителем. Но почему она должна терпеть у себя в классе этого ребенка? В конце концов, у нее еще 18 ребятишек, у которых нет проблем с развитием, а эта Илья все равно ничего не постигнет. Но чем больше она размышляла, тем больше ее сердце сживалось от боли, которая у нас сначала... И она с этой болью начала сопереживать родителям мальчика. Разве я могу сравнивать свои проблемы с горем этой бедной семьи? Господи, помоги мне быть терпеливой к Илье. И с этого дня она старалась терпеливо относиться к такой неусидчивости Ильи и к его выходкам, проявляя больше внимания. И однажды он, ковыляя, подошел к ее столу, облокотился на стол и громко на весь глаз сказал, «Учительница, я люблю вас». Дети рассмеялись, Анна покраснела. «Хорошо, хорошо, Илья», – сказала она, «иди садись на свое место». Пришла весна, Анна на уроке рассказала детям о грядущем празднике Пасхи, об Иисусе Христе и о даре новой жизни. А потом она раздала каждому ребенку по пластиковому яичку и сказала, возьмите эти яички домой, а завтра принесите их назад, но внутрь положите что-нибудь, что символизирует новую жизнь. Вы поняли? Все дети закричали, «Да, здорово!» Илья сидел тихо, все внимательно слушал и не отводил глаз от учительницы и не издал ни одного звука впервые. Вряд ли он что-то понял за моего рассказа о смерти Христа, о воскресении, о Пасхе, подумал, ладно, надо будет вечером позвонить родителям и объяснить, что нужно сделать. Но вечером у нее на кухне лопнула труба, вода залила всю квартиру, она вызвала слесаря, потом стала выбирать беспорядок, готовиться к следующему дню занятия и забыла позвонить родителям Ильи. На следующий день утром на учительском столе лежало 19 пластиковых яичек. Перед всем классом она подошла ко столу, взяла в руки яичко и открыла его. Внутри лежит цветочек. О, да, сказала учительница. Здорово. Цветочек – это новая жизнь. Хорошее сравнение. Маленькая девочка с первой партой подняла руку и сказала, это я придумал. Следующее яичко. Там лежала пластиковая бабочка, которая выглядела ну совсем как настоящая. О, и это тоже символ жизни, сказала она, когда из куколки гусеницы появляется бабочка. А это я придумал, гордо сказал мальчик, сидящий около окошка. В следующем был мох на камушке. И она объяснила детям, что мох тоже символизирует жизнь. Это мне папа помог, сказал ученик с третьей партии. Она открыла четвертое яичко и сдрогнула. Оно было пустое. Скорее всего, оно принадлежит Илье. Но, конечно же, он так ничего и не понял. Почему я забыла позвонить его родителям? И чтобы не смущать мальчика, она тихонечку брала яичко в сторону и потянула за другим. А почему вы ничего не говорите про мое яичко, сказал Илья. Так ведь оно же пустое. Да, сказал Илья, но ведь и гробница Иисуса Христа тоже была пустой. Ответил он, глядя прямо ей в глаза. Время остановилось. Когда она смогла опять говорить, она спросила Илью, а ты знаешь, почему гробница Христа была пуста? Конечно, сказал мальчик. Иисус был убит, а его отец воскресил, и здесь раздался звонок, и дети выбежали из класса. А она стала плакать. Через три месяца Илья умер. Все, кто пришли проводить его в последний путь, увидели 19 пластиковых яичек на крышке гроба. Все яички были пусты. Это мы прочитали в одном из журналов. Реальная история. Как важно нам каждый возраст ценить, каждое действие ребенка, понимать, почему он так сделал. Это же не просто так выкидывать какие-то колени, как мы так называем. Это важно помнить, что именно в этом возрасте если человек принимает, то принимает все свои сущности. И уже вот такого Ильи, уже такого человека. Не своротите пути. Это самый благословенный возраст для этого. И как важно нам его не упустить. Если он был упущен, что с этим делать? Мы поговорим побольше. Сейчас мы как раз да, и рассмотрим. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok